Они шумные, непредсказуемые и яростные. Специалисты по аварийным ситуациям изо всех сил стараются предотвратить худшее. Но это не всегда удается. В США каждый год погибает около пяти тысяч неродившихся детей. Этот человек надеется всё изменить. Это ремень безопасности для беременных. Неважно, кто вы, когда речь заходит о ремнях безопасности, по сути, есть только один выбор. Многим людям, особенно беременным женщинам, неудобно надевать его правильно или использовать безопасно. Проблема в диагональном ремне, пересекающем живот. Даже при небольшом давлении, при скорости около 25 км в час, можно навредить ребёнку и ничего не заметить. Изобретательство у Стива Вестона в крови. Он начал с постройки приспособлений для поднятия тяжестей. Но в 2003 году жена направила его творчество в иное русло. Она услышала репортаж о том, как беременная женщина подверглась судебному преследованию за то, что не использовала ремень безопасности. Поиск альтернативы направил его в скоростной ряд. Четырёхточечный плечевой ремень, как те, что используются в гоночных автомобилях, может прекрасно подойти. Он полностью снимет давление с живота. Это существующее на данный момент четырёхточечное крепление. Для того, чтобы отстегнуть, придётся схватить его и перекрутить, перед тем, как получится ослабить все его части. В большинстве стран подобное крепление запрещено использовать для езды на дорогах. В соответствии, скажем, с правилами Европейского Союза, должна быть одна красная кнопка, одним нажатием на которую можно отстегнуть ремень. Стив возвращается к чертёжной доске и несколько образцов спустя находит то, что нужно. По сути, это плечевое крепление, которое, когда его надевают, пристёгивается к диагональной части ремня с помощью этой застёжки. И у нас получается кнопка, соответствующая правилам ЕС. Так пассажир или спасатель может быстро, если необходимо, отстегнуть ремень. В лаборатории крафтестов в университете Болтона сегодня день испытаний. Первым пойдёт обычный ремень безопасности. Мы собираемся сравнивать стандартный трёхточечный инерционный ремень безопасности и то, как он ведёт себя во время аварии. И наше плечевое крепление, чтобы убедиться в том, что наше крепление вообще работает. Три, два, один, поехали! Как и ожидалось, обычный ремень справляется с работой. Но если его ослабить, несложно заметить след диагонального ремня. Наконец, наступил решающий момент для Стива. Хорошо, всё в порядке, продолжайте ехать. На кону последние семь лет работы. Палитра чувств от огромного воодушевления до чудовищной нервозности. И всё, что между ними. Крепление уже пристёгнуто диагональной частью пояса, так что, когда ремень безопасности плотно пристёгнут, при подобном давлении он действует как якорь и не даёт выбросить пассажира вперёд. С таким креплением сила удара теперь приходится на грудь, плечи и зону вдоль поясного ремня. Мы уверены в том, что всё сработает, но нам нужно устроить аварию и увидеть это. Три, два, один, поехали! Прекрасно, давайте посмотрим. Подключив к токосъёмнику маленькую чёрную коробочку, команда подтверждает, что на оба ремня приходится одинаковое давление. Просмотрев видео, они убеждаются, что крепление работает прекрасно. Мы сравниваем их, они ведут себя очень похоже. Мы думали, что столкнёмся с проблемой, с тем, что ремень будет падать на спину, а пассажир двигаться вперёд, но мы этого не увидели. Я очень доволен. После первых испытаний Стив уверен, что у его образца большое будущее. Мы собираемся отправить его для сертификации в уполномоченную организацию, и они проведут краш-тест в реальной автомобильной ситуации. Если всё пройдёт успешно, возможно, в скором времени ремень безопасности для беременных выдержит.